В преддверии двухсотлетия со дня рождения святого Феофана Затворника, одного из самых почитаемых в православном мире богословов и подвижников, прошли крестные ходы с мощами святителя. Они посетили семь епархий России и три в Украине, а накануне помолиться у Рязанской святыни смогли сотни жителей Ханты-Мансийской епархии. Слово нашим коллегам из Сургута. В 2015 году во всех православных приходах по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла будет отмечаться двухсотлетие со дня рождения святителя Феофана Затворника Бышинского. Проводятся крестные ходы, проводятся выставки, запланирован целый цикл передач, фильм о святителе Феофана, то есть самые-самые разнообразные мероприятия. Фестиваль «Путь к спасению» названный в честь одной из книг святителя Феофана прошел в городе Рязани. В прошлом году, я думаю, другие регионы также примут этот фестиваль. То есть целый широкий круг мероприятий, посвященных предстоящему юбилею, уже как бы запущен и работа по подготовке к празднуям ведется полным ходом. В 2015 году издательский совет Русской Православной Церкви готовит полное издание творений святителя Феофана. Впервые 40-томный корпус святителя выйдет в свет и будет доступен всем желающим. Прибытие крестного хода на Югорскую землю – это одно из запланированных мероприятий, приуроченных к празднованию второго года со дня образования Ханты Мансийской епархии. Это великая радость для нашей епархии, для наших верующих, что к нам прибыли мощи святителя Феофана Затворника. Но они не просто прибыли в радость духовную поддержку нам, но и с приездом мощей, частица мощей с иконой останутся в нашей епархии на молитвенное общение нашей пастве. Колокольный звон возвестил о прибытии крестного хода. Священники, приехавшие в Сургут со всех приходов, встретили его на площади Кафедрального собора Преображения Господня. После торжественной встречи мощи установили в центре храма и началось богослужение. Неиссякаемым потоком шли верующие, чтобы поклониться и приложиться к мощам, помолиться о духовном здравии своих детей и близких. Субтитры создавал DimaTorzok